Есть, все нормально? Да, да, все отлично. Видите, господа, какие глобальные события происходят. Биржевой трейдер в понедельник, сказал, будет в эфир. Евгений H23 впервые за многие месяцы работа на TradeTV тоже в прямом эфире вместе с нами. Приветствуем вас, Евгений. Да, всем привет. Вот раз уж мы затронули тему американского фондового рынка, я знаю, как у вас огромный опыт на российском фондовом рынке. А вот американский фондовый рынок, я даже не очень знаю, как вы на нем давно торгуете, чем торгуете. Если расскажете нам подробнее, будет очень интересно. Ну, на рынке я на американском, наверное, где-то с 2000 года, но точно, конечно, дам мне посмотреть, не помню. На цифры, если честно, не сел, когда что-то зарегистрировано. Известная, наверное, компания, не знаю, насколько. Какая компания? Ameritrade. А, ну, ТД, ТД, Ameritrade. Ну, да. Вот. У нее, кстати, знаменитая платформа, это SynchroSwing, которой пользуются, в принципе, все опытные спекулянты на американском рынке. Вы вот уже много лет, там, лет 15, я так понимаю, торгуете с Ameritrade или начинали на другой платформе? Ну, вот в 2010 или 2011, опять же, не помню точно, да, если интересно, могу. Пришла бумажка интересная такая от Ameritrade, что просьба перевести свой счет в другую компанию. Ну, вот это всем, на самом деле, трейдерам из России. Сейчас, 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 Евгений, секундочку, секундочку, пропал звук, сейчас, ну, это чистый интернет, глючок интернета, сейчас он восстановится, вот сейчас звук восстановился. Вы начали говорить, что пришло, пришло всем трейдерам из России, пришло письмо от Ameritrade закрыть счет. И все, получается, все закрыли, да? Ну, да, сейчас российских граждан в Ameritrade нет, я не знаю, может быть, какие-то и есть, тут остался крупные клиенты, да, но вот всем мне, клиентам и там, знакомым, друзьям, всем пришли такие бумажки, выдамления. Ну, и мы искать стали сразу, на самом деле, искать, куда, собственно, перевести активы, выбрали Interactive Brokers. По тем временам это он действительно был самый технологичный, передовой, да, то есть заявки размещал, не просто брал с одной биржи, да, ордера, а он, как бы, как у них называется, смарт ордера, так называемые, да, это исполнение происходит там, где лучшее предложение, да, то есть торгуются активы, в принципе, на многих площадках, да, в Америке и не только, но исполнение происходит там, где, собственно, лучшее предложение. И выставляется цена лучшего предложения, то есть по тем временам это было одно из самых лучших, как бы, передовых решений, сейчас, не знаю, сейчас, наверное, многие брокеры пользуются этим, вот, но у них это они были одни из первых. Вот видите, коллеги, по Москве интернет бежит не так быстро, как хотелось бы, у нас тут с Дальнего Востока люди заходят, а по Москве, видите, бывает, вернулись, ага. Да, и до сих пор остается самым низким, если мне кто-то скажет, я посмотрю, мне интересно просто, может, это предъявит, я все время везде и всем говорю, пожалуйста, давайте брокеры, я посмотрю, мне интересно просто, кто дает лучшие комиссии по опционам, например, да, по опционам никто лучше не дает на сегодняшний день. У меня были сделки, да, когда я проводил сделки, мне даже доплачивал IB по опционам, вот, ну, это, наверное, о чем-то говорит, то есть я был, обеспечивал ликвидность и, соответственно, мне за это доплачивали. Да, да. То есть это серьезный брокер, да, у этого брокера 5 миллиардов капитализации, акции этой группы, да, Interactive Brokers торгуются на бирже, это не просто так, как вы говорите, Игорь, я с вами не согласен, вот, это не просто компания. Может быть, они сюда каких-то русских прислали совершенно левых, да, это вполне возможно, как у нас все бывает, знаете, да, в том числе, если кто-то уже знаком с этой компанией, например, пытался там в чате общаться, да, там бывают совершенно просто неадекватные русскоговорящие менеджеры, но просто делается так, надо просто переключить на другого и, как правило, ответ вы получите на свой вопрос, так что не удивляйтесь, если вам вдруг какой-нибудь бред скажут или еще что-то, это совершенно нормально. Не, ну бывает, то есть, ну, как бы это надо понимать, да, что там, как бы русскоговорящие не всегда они, как бы, финансовых вопросов что-то понимают, вот, ну, сталкивался, да, но можно в другом случае, как бы, там, на английского перевестись, да, то есть русская поддержка в IB уже года два или три совершенно полноценная, чат, если у вас есть счет, вы открываете, заходите в этот чат, задаете вопрос на русском языке, вам отвечают на русском совершенно без проблем. Полная поддержка всех видео, там, не знаю, вебинаров различных и так далее на русском языке, да, то есть, как открыть платформу полностью, сайт можете прямо сейчас зайти, там, interactivebrokers.com, на русском языке все расскажет. Так, Евгений, на секундочку, вы опять зависли. Раз, секундочку. Интернет восстановится у нас. Ага, ага. Раньше в Амери Трейде нужно было отправлять скан по почте, ну, либо, даже не так, сначала надо было по почте им отправлять эту бумажку подписывать вживую, потом они стали скан принимать, ну, а потом, как бы, мы перевелись в IP, а в interactivebrokers вообще еще проще, то есть, вы заходите в специальный раздел на аккаунт менеджмент, да, и там просто пишите свою фамилию, имя, отчество, и вы подписали бумажку. Ясненько, ясненько. Я не рекламирую, да, я никаких с этого ни процентов, ничего не имею, просто это реально, вот, как вот Георгий говорит, лайфхак, да, то есть, это вот реальная компания, которая, ну, вот сегодня, наверное, лучше в интернет-торговле, да, для нас, вот, простых смертных спекулянтов, когда у вас речь идет уже от миллионов и так далее, да, там, в долларах, я имею в виду, наверное, надо задуматься немножко о другом, да, то есть, надо уже съездить, в Америку и уже там посмотреть, там, выбрать какие-то банки определенные, да, там, Мерил Линч, там, не знаю, какие-то, такого плана, да, то есть, из крупных там, вот, но для нас это совершенно нормально.